Привет, мои хорошие! С вами Селена Сэй, и сегодня у нас будет видео... Ну так, немного поболтаем, я расскажу о таких крупных покупочках, которые прошли в последнее время, может быть, вы уже заметили. Это телевизор. Это телевизор, да. Это не просто фоторамка, чтобы вы знали. Это телевизор, я его купила. Вообще, я не люблю телевизор. Я уже начала рассказывать о своих покупках. Я не люблю вообще телевизоры, у меня не было очень давно телевизоров. Для меня это как чисто фон, а не просто там смотреть или еще что-то, потому что я вся в интернете. В последнее время я вообще вся в ютубе, я вся с вами, то есть я даже если я не дома и не в ютубе, я в ютубе, поверьте. Все в шоке. Мои родственники, родители, друзья. В общем, я постоянно там, я с вами. Я надеюсь, вы чувствуете мою любовь. Это телевизоры, я которые выбирала. Мне нравится, что у меня все белое. Естественно, я выбирала белый телевизор. Это все у нас не очень большой выбор с белыми телевизорами, да. Тем более, я искала что-то бюджетное, потому что мне нужен был телевизор, он чисто так просто для фона, когда у меня очень стремно все с интернетом. А у меня часто все стремно с интернетом. Это для того, чтобы вы знали, кстати, да. Это еще плюс к тому, к выкладыванию видео все очень тяжело вообще, потому что я пользуюсь йотой. У меня частный сектор, и у нас интернет-провайдеры никакие вообще здесь не проведены. И йота, это, по-моему, вот насколько я уже узнавала и пробовала, это самый-самый лучший. Но представьте, и вот как мы смотрим фильмы, бывает с мамой, например, 5 минут смотрим, час отдыхаем, загружается. А может, и не загружается. Это в лучшем случае, если загружается на 5 минут, это круто. То есть у нас бывает вот так. Поэтому я взяла телевизор, потому что по телевизору сразу скажу, что я смотрю либо первый канал, это новости, либо мой любимый ТНТ. Но здесь еще есть Муз-ТВ, супер. В общем, здесь 20 каналов. Давайте сначала о марке. Я скажу, что я выбрала... Мы сегодня так просто с вами болтаем, поэтому я не буду прям, о, телевизор в комплекте, то-то-то, я не буду это рассказывать. Я просто скажу, что я купила Рубин. А вообще выбирала самый-самый дешевый телевизор. Хотела, знаете, такой, он вообще вот, ну, он поменьше. Он вот, наверное, вот такой, совсем вот такой. Здесь у меня диагональ 19, а там, короче, 16. И он такой был маленький, но он прям совсем пластиковый, пластмассовый. То есть он стоил около 7 тысяч, 6 990. И... А этот на 2 тысячи дороже был, на 2 с половиной. Но он уже на ножке такой стекляненькой стоит, да. У него пластик более качественный, чем там, потому что там такой, ну, китайский вариант. И он, ну, как бы, видно, да. И те другие модели, которые я смотрела, тоже пластик, вот я по пластику смотрела, тоже не очень качественные. Вот этот вот Рубин, казалось бы, да, вот старый Рубин там. Там тоже название не А, знаете, если Самсунг брать уже, то понятное дело, но там, конечно, цена выше. И я не стала брать дорогой телевизор, потому что, опять же, повторюсь, я им не пользуюсь. А потом я хочу себе огромный телевизор. То есть я хочу себе огромную квартиру. Ну, это то, что у меня будет, я как бы, ну, плавно говорю, знаете. В общем, я хочу себе огромный телевизор. Еще мне нравится с таким плоским, знаете, вот экраном. Вот так он тебя, чтобы окружил. Вообще в идеале, чтобы ты еще одел перчатки, короче. Запахи всякие эти, короче, я люблю это. Гено 5D, вот такое хочу. Ну, в общем, я хочу крутой телевизор, поэтому я не видела смысла даже доплачивать какие-то лишние 2-3 тысячи, когда сейчас они не лишние, да, и покупать что-то лучше. То есть я взяла самый бюджетный вариант. Вот он стоит 9500, по-моему, этот телевизор Рубин. С диагональю 19. И, в общем, плюс еще антенна. У меня частный дом. Антенна здесь. Ни фига не прохляла, хотя она была с усилителем. И мне сказали, вот даже мастера приходили, сказали, что могли бы даже и не брать эту антенну. В общем, нам пришли, установили всю антенну. Недорого, обычную. Я не покупала ни Триколор, ни НТВ. Я не хочу зависать на этих 200 каналах. Они мне не нужны. Здесь есть мультики, здесь есть музыка, здесь есть ТНТ и новости. Что, в принципе, нужно, да, если вот так вот прям быть в курсе событий. Вот. И настроили, отлично показываю. 20 каналов. Здесь очень хорошее качество картинки, да. И хоть сбоку мы смотрим, хоть так. Изображение не искажается, потому что на других каких-то вот жаловались. Там я в отзывах читала, что искажать. В общем, если кому-то интересно, да, вот такое, и кто-то тоже любит беленькое, я рекомендую обратите внимание. Просто посмотрите на эту модельку. Мне она очень понравилась. И она, смотрите, как классно с вами у нас встала, да, и сделала заставочку. Здесь также можно качать на флешку фильмы, всякие музыку и слушать здесь как бы, да. Звук здесь такой, ну, средненький, неплохой звук, не ужасный. То есть можно настраивать. Картинка яркая, четкая. И 20 каналов показывают просто отлично, ярко, замечательно. То есть я вообще довольна. Это для меня такая маленькая игрушечка. Ну и плюс, смотрите, я могу не вставлять здесь уже селену своей, а вот розовый с губками. Видите, все для вас. Это я вас целую в конце видео все время. Я решила так, на протяжении всего видео я тоже вас целую, чтобы знать. И еще одна моя покупочка из таких, ну, как бы, конкретных покупок. Это Samsung я купила себе. Вы знаете, наверное, что у меня было три телефона. Ну, то есть они у меня и есть. Теперь у меня их вообще очень много, от телефонов. Но я собираюсь от части из них избавиться. Потому что на четвертом айфоне у меня разбился конкретно экран. Нету, да, показать? А где он, кстати? А, он вот он лежит. Дай, пожалуйста. Ты тоже такая, не хочешь лишний раз жопу поднять, да? А, не хочу. Не, я хочу-то, но не могу. Четвертый айфон, у него разбился очень сильно экран. Вот он. И я боюсь, и, кстати, не рекомендую те, кто разбивали экраны. Я однажды вот так вот порезалась. То есть я смотрю, у меня руки в крови. Так я думаю, что к чему, оказывается, это от экрана. В общем, четвертый, он вообще стоит недорого. У меня здесь еще 8 гигов, как бы. И поэтому менять экран смысла я не вижу. Хотя, может быть, я и поменяю. Потому что, в общем, один телефон всегда должен быть. Я бы оставила айфон. А второй у меня был HTC. HTC, но он стал почему-то быстро разряжаться. И вообще он мне неудобный. Ну, я как бы сделаю все основные эти настройки. Там сделаем момент, короче, чтобы он не разряжался, да? Сказали, что нужно основные настройки заводские сделать. Потому что что-то он, короче, много на себя берет и не справляется, и не вывозит. Так он у меня еще на гарантии. И мне не нравится, что он большеватый. То есть он все клево, Android, там все быстро работает, все супер-пупер. Но он большеватый, и он больше всех моих основных. А я выбирала Samsung. Вот мой любимый звонит. Сейчас я ему отвечу. Алло. Кисоленко, я снимаю видео сейчас. Давай, я доснимаю, и я тебе перезвоню. Я прямо сейчас снимаю видео. И снимаю тебя, и выложу это. Не отпускает меня. Хочет, чтобы я болтала. Все? Да две минутки осталось, Кис. Давай. Ну, может быть, не две минутки. Мы же всегда с вами, девушки, да, так преувеличиваем. Или преуменьшаем. Преуменьшаем, когда надо преуменьшаем, когда надо преувеличиваем. В общем, мы хитрые и баллы. В общем, я взяла себе Samsung, такой же, как пятый айфон. Он примерно такой же, как пятый айфон. Он на немножечко больше. Он белый. Я просто сейчас снимаю на пятый айфон, поэтому не могу вам сравнить, показать. Он беленький. Здесь тоже Android. Мне очень нравится. Мне понравилось. Я выбирала, знаете, как телефон? Чтобы он был белый, чтобы он был, как пятый айфон, размером. И чтобы, вот насколько он меньше HTC, да, понимаете? Мне удобно. Чтобы было две сим-карты. И, соответственно, я посмотрела, чтобы была хорошая фронтальная камера. Ну, и вот камеры, фото. Здесь мне очень нравится фотографироваться, потому что здесь вообще прям фотошоп встроенный. Мне кажется, здесь фотка, еще такие цвета яркие, намного ярче и насыщеннее, чем на айфоне. Но качество, конечно, ну, как бы все равно уступает айфону. Поэтому айфон 5s, это незаменимый мой и самсунг с двумя сим-картами, куда я все сложила, от одной сим-карты избавилась. Короче, у меня все теперь вроде два вот таких телефончика с маленькими двумя зарядками, хоть это лучше, чем я носила с собой. Вот это, понимаете? Вот так вот у меня все время было. Вот считайте, это пятый айфон, и я вот все время вот так носила. Это просто трэш был. Я уже устала с этими всеми телефонами, и мне хочется от них избавиться. Ну, HTC я, естественно, продам, он еще на гарантии у меня. Сразу говорю, не просите у меня в комментариях, я не буду никуда это все отсылать. Я просто зайду в ближайший магазин, где принимают все это дело и отдам там все с коробкой по-быстрому. Еще мне надо все выкачать отсюда, все мои эти данные там, которые есть. Вот, что касается моих вот таких двух приобретений, хотела бы вам рассказать. Что-то, может, еще узнали, как вам мне побольше. Кстати, многие просят меня снимать вопросы-ответы. Дело в том, что что-то вот как-то пишите, пишите больше вопросов. Я, наверное, сразу вам все уже отвечаю, да? Ну, в общем, пишите мне больше вопросов. Я их как-то скомпонирую и сделаю один вопрос-ответы. И вот расскажу. Вообще, у меня в планах есть снять немного о себе, потому что, конечно, вы смотрите на каждом день и вам интересен, да? И то, что начало мне побольше. Поверьте, вас в плане ждет много сюрпризов, много всего интересного, так что мы скучем с вами. Я стараюсь разнообразить все эти и удивляться. Так что, я все ждите, просыпьте. Ну, а я с вами прощаюсь. Если вам понравилось моё видео, ставьте лайк, чтобы было полезно. Либо ставьте лайк и в комментариях задавайте вопросы. Кто впервые подписывается на мой канал, то подписывайтесь на следующий день. Пока!